Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. В этой главе определяются законы ритуальной нечистоты людей, страдающих болезненными выделениями из половых органов. Как и все остальные законы ритуальной нечистоты, они относятся только к верующим. Так как неверующий не считается обладающим теми уровнями чистоты души, которые связаны с таинствами церкви. Страдающий подобными выделениями страдает от сильной ритуальной нечистоты. И это источник отсутствия духовного равновесия, благодатной уверенности в правильном пути, которым следует верующий человек. А ритуальная нечистота, она именно требует, чтобы человек не заходил в храм Божий, не пройдя исповедь, ему также запрещено приступать к таинству святого причастия. И мы читаем первый стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря...» Второй стих. «Объявитесь нам Израилем и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». В книге «Бытия» очень подробно говорится о том, как человек по имени Анан, который дал наименование этому греху, как греху ананизма, а он сознательно вызывал в себе, в своем теле, вот это истечение. Это книга «Бытия», 38 глава, 6 стиха и ниже. «И взял Июда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Июдин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь». Нечто подобное будет сказано и про Анана, который тоже неугоден в очах Господа, но преступление Ира было какое-то еще более серьезное, и оно даже не называется. И есть предположение, что его преступлением был гомосексуализм, который не способен обеспечить человеку продолжение его рода, его собственной жизни в детях. И мы читаем далее. «И сказал Июда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его». То есть Господь умертвил его за такое преступление, как и Ира, преступление которого было даже хуже, чем рукоблудие. Его грех даже не называется. Вот этот неназываемый грех, это, как понимают экзегеты, это как раз вот гомосексуальность. И мы читаем третий стих. «И вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его, истечение его, и когда задерживается в теле его, истечение его, это нечистота его». То есть в любом случае провоцирует ли человек это истецение через рукоблудие или оно возникает как бы естественным, так условно говоря, образом во сне или как-то еще, человек считается нечистым. Но точка зрения отцов церкви, даже тогда, когда человек не прибегает к, собственно говоря, рукоблудию и происходит истецение, оно не происходит просто так. Это результат какой-то духовной нечистоты. И Кирилл Александрийский, святитель, в своем трактате «О поклонении и служении в духе и истине» он пишет. «Но предлагая нам богатое познание о душевных осквернениях и представляя язвам, как бы в телесных недугах, то, что случается мысленно». То есть он настаивает на том, что телесные какие-то язвы, недуги, все то, что оскверняет, истецение, является результатом неправильного мысленного процесса. И здесь идет такое вопрошание. «Но какой же мог быть недуг в душе, подобный телесному излиянию семени? Ибо закон духовен, не так ли?» И ответ. «Совершенно так, ты сказал правильно. Но ты рассуди вот о чем. Истечение семени из тела некоторым образом вредит естественной способности к плодородию. Обращая в ничто запас семени и ослабляя напряжение в членах, оно как бы уже невольным делает растление. Так что одержимый этим недугом находится в продолжительном и постоянном осквернении. Так переходи же теперь от телесного недуга и наглядного образа к совершающемуся в уме. Растлевается и самый ум, распутно трудясь над тем, над чем не следует». То есть предаваясь воспоминаниям, предаваясь рассуждениям или даже фантазиям. «И ни на что необходимое, не употребляя напряжение своей деятельности, так что не имеет никакого истинного плода, а напротив, всегда стремится к несправедливому и не дугает неудержимым ни с падением к постыдному». То есть здесь речь идет о том, что если бы человек не попускал в своем разуме собственно какой-то такой нецеломудренный мысленный процесс иметь, то это бы не провоцировало бы вот то осквернение, тем более вольное осквернение, когда человек от мыси переходит к неким недозволенным действиям и впадает в состояние осквернения. И мы читаем четвертый стих. «Всякая постель, на которую ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет имеющий истечение семени, нечиста». Надо сказать, что обычно мужчины могут много говорить о женской оскверненности, потому что она более заметна. А о своей собственной оскверненности они предпочитают не говорить, умалчивать, потому что она не так заметна, как женская, естественная оскверненность, когда происходит выделение крови, то, что называется менструация, вот эти циклы, связанные с ней. Но в любом случае мы все должны стремиться к чистоте, чтобы нам быть народом святым, взятым в божественный удел. Святость и божественный удел — это синонимичные понятия, потому что «святой» на языке Библии означает «отделенный», именно означает «взятый в удел», отделенный от общей, как бы, оскверненной массы. Святитель Иоанн Златоуст, это его беседа на послании к Титу, пишет, что же нечисто, грех, злоба, коростолюбие, лукавство, те ветхозаветные очищения были образами истинного очищения, и еще имеющие истечение нечист в душе. То есть нечистота-то, она душевная. А под изливающим семя, разумеется, извергающий семя. Ну, Златоуст наставит на том, что под изливающим семя в преступном смысле надо понимать все-таки с большей строгостью изливающего семя, то есть того, который добровольно он предается греху рукоблудия. И далее мы читаем с пятого стиха. Ибо кто прикоснется к постели его, то должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, то должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечения, тот должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера, и кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий течение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водою и будет чист. В условиях городской жизни это выполнить достаточно сложно, потому что мы едем в общественном транспорте, где мы прикасаемся с людьми, мы садимся там, где мог сидеть человек оскверненный, и мы не распознаем такую нечистоту, потому что это надо иметь какой-то дар, дар развлечения духов, чтобы отличать визуально чистое от нечистого. Поэтому прежде всего мы должны оценивать самих себя. Если мы оказываемся в таком состоянии, да, мы нечисты, и мы должны выдержать некий такой карантин. В чем он будет заключаться в христианском смысле? Конечно, человек должен вычитать молитву Василия Великого от осквернения, об этом мы как-то уже говорили, и желательно, конечно, он должен омыться. И самое главное, он должен исповедовать это свое состояние, потому что в любом случае это некая такая нечистота, от которой человек должен избавиться. И Кирилл Александрийский пишет, и кроме сего говорит, что мерзок будет и отвратителен всякий сосуд, на котором всядет, изливая семя, хотя бы он и омыл руки водою. И это будет оскверненным. И если бы кто прикоснулся к телу его, во всяком случае, тот становится причастным в вине нечистоты. Также, если бы приблизился к нему кто-либо из неоскверненных еще, то и в таком случае они будут подлежать вине нечистоты. Поэтому-то он вместе с прокаженными выводил и выселял Истана, он это Моисей, а будучи недоступным для всех и не имея с ними общения, даже прикосновением руки, оскверняя случайно встречающихся с ним. Можно это понять, как речь идет о том, кто выводил из Истана, и тот, кто выходил из Истана, добровольно понимает, что он осквернен. Закон повелел как можно далее уходить от изливающего семя, как бы научая нас в особенности удаляться от склонных к порочности и мужественно отражать от себя тех, которых и сам Бог возгнушался бы, когда не дугающих постоянным осквернением, ибо поистине не безвредно дело прилипляться к людям злым. Ну, конечно, тут спросят, а почему Кирилл Александрийский считает, что эти люди злые? Они, прежде всего, злые по отношению к себе. Они не бледут чистоту собственного тела и наносят ущерб через телесную оскверненность своей собственной душе. И в некотором смысле, так как они не выдерживают карантин, они являются таковыми по отношению к окружающим. И Кирилл Александрийский продолжает. «Изливающее семя оскверняет всякую вещь, которую он коснется, ложа свое, тело, чаши, воду и сосуды, деревянные через это таинственное указуются на то, что причастным ему в присущей ему нечистоте будет всякий, кто даже только вблизи его был бы по своему духовному расположению». Казалось бы, это более относится к ветхозаветной традиции понимания чистого и нечистого. Но в то же время в Новом Завете мы находим такие слова «гнушайтесь даже одежды их», то есть таких людей, которые осквернены их плотью, то есть нечистотой их плоти. Таким образом, мы видим, что эти запреты, обозначенные в Ветхом Завете, они продолжаются и в Новом Завете. В случае женской оскверненности об этом говорится отдельно, а здесь больше говорится именно о мужской, вот в той части, в которой мы изучаем эту голову. И теперь мы посмотрим 13 стих, где сказано «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою и будет чист». О чем это? Опять же Кирилл Александрийский в том же трактате пишет «Впрочем, и явные пороки и скрытые в глубине наших помышлений недуги и вообще всякую слабость нашу только Христос удаляет и даруемое им очищение, так как закон не в силах сделать это, то есть всецело очистить всех, ибо согласно написанному законам никто не оправдается». Это ссылка на послание Галатам апостола Павла. Далее Кирилл Александрийский пишет «И ты увидишь, что это отнюдь не ложь, если вникнешь последующие слова закона, когда он говорит, а когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитывать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое водою живою и будет чист». Итак, очищает изливающего семя и избавляет его от недуга, но только во Христе благодать через воду и кровь. «Да исчислит себе, говорит, семь дней на очищение свое, и измоет ризы своя и омоет тело своей водой, и чист будет». Протяжение очищения на семь дней означает, конечно, что во всю жизнь и во всякое время жизни должно очищаться добрыми делами тем, которые решились перейти от мирской порочности к совершению дел благоприличных». И действительно, это очень важно, братья и сестры, чтобы мы соблюдали чистоту, насколько возможно, и стремясь к чистоте, мы должны думать не только о собственной нечистоте и как от нее избавиться, но мы должны осознавать и то, что наши близкие втягиваются в зону нашего осквернения, наши дети, домашние и так далее. Поэтому это борьба не только за чистоту в своем собственном теле, в своей собственной душе, и за чистоту окружающих нас. «И 14 стих, и в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей и придет пред лицо Господня ко входу с киньей собрания и отдаст их священнику». Кирилл Александрийский пишет. «День восьмой опять может означать время нашего домостроительства с плотью. Когда претерпел за нас заклание Эммануил, это поистине благогласная и благозвучнейшая горлица, которая собственной кровью совершила во веки очищаемых. А что смерть Христова имеет в себе всякое благоухание, так как она совершилась за жизнь мира и за отъятие греха, это означается тем, что горлиц было две, из которых одна заколалась за грехи, а другая во всесожжение». Можно сказать и несколько иначе. Источник очищения — это Христос, его кровь, которая истекает из боку его, когда копьем римским ударили, и вода, которая истекает из этого же Бога, а кровь и вода — это символы Таинства Крещения и Таинства Евхаристии. Но то, что Таинство Крещения нас очищает, это мы все знаем, но и Таинство Евхаристии, ведь мы причащаемся в оставлении грехов. И, как я часто объясняю, Таинство Евхаристии очищает нас от самой склонности ко греху, вот эти мысленные процессы, попаляя тернии наших прегрешений, из которых и вырастают конкретные грехи. И горлица — это, с другой стороны, символ церкви. То есть это может быть указание на то, что в церкви происходит очищение, предлагаемое нам во Христе, потому что Таинство Крещения Евхаристии преподает только церковь. «И мы читаем 15 стих и ниже, и принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». То есть священник очищает, это ветхозаветный священник, тем более новозаветный христианский священник. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водой все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они тоже должны омыться водой, и нечист будет до вечера». Здесь мы видим, что даже, казалось бы, законные отношения между мужем и женой объявляются источником осквернения. Как такое может быть? Мы уже с вами касались этого вопроса, святые отцы говорят. Когда в законе говорится, что даже законные отношения оскверняют, этим самым на самом деле создается контраст, когда говорится, что даже законные отношения сообщают некую нечистоту. А тем более, помните, как мы говорили, что рождение ребенка, и мать считается оскверненной. Не потому, что не надо рожать детей, наоборот, это божья заповедь – плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. А как можно плодиться и размножаться, если мужчина не ляжет с женщиной? Поэтому это законные действия, которые как бы контрастом показывают людям, которые оскверняются совсем незаконным образом, тем более вы находитесь в состоянии нечистоты. Потому что сами по себе супружеские отношения – это исполнение Божьей заповеди, которую Господь установил еще в раю. Мы ее находим в первой главе книги Бытия. И блаженный Августин в своем трактате «Переосмысление» пишет в третьей книге, то есть в книге Левит, где речь идет о первосвященнике, о том, каким образом у него рождались дети, как ему нужно было дважды в день входить во святая святых, где был жертвенник кодильный для совершения кождения утром и вечером, и куда было нельзя, как говорит закон, входить нечистым. И тот же самый закон говорит, что человек является нечистым после супружеского соития, что он должен омыться водою, но и омытый нечист до вечера. Я, сказав, что очевидно, он не воздерживался или в какие-то дни пропускал кождение, не увидел того, что не было бы очевидным. Ведь написанное «нечист будет до вечера» может быть понято так, что вечером он не будет нечист, но только до вечера, чтобы вечером он мог чистым совершить кождение, даже если ради рождения детей после устроенного кождения он соединился с женой. То есть человек очищался вскоре после того, как совершал необходимую процедуру очищения. Это то, что было в ветхозаветные дни, и на это Августин обращает внимание. В нашем случае само таинство исповеди есть такое всецелое освещение человека, когда ему отпускается грех, как содеянный поступок, а так как у нас причастие не приз за хорошее поведение, а самые радикальные средства в борьбе с самой склонностью к тому или иному греху, и в самом причастии мы действительно становимся чисты в самих наших помышлениях, когда притупляются и сами вот эти греховные склонности в нашей жизни. Климент Александрийский в «Страматах» пишет, «Божественная забота Господа теперь не предписывает, как в прежние времена, омовения после супружеского соития. Не потому, что Господь отказывает верующим в чедородие, а потому, что Он омыл их одним крещением в бесконечность супружеского общения, заменив этим многочисленное омовение, предписанное Моисеем». Но это, конечно же, не означает, что после соития нельзя принять дух, но это уже не является актом очищения с точки зрения христианства. Мы уже объясняли, что это такое, то есть то, что относится к гигиене, мы должны соблюдать в каждом удобном случае, потому что тело человека есть храм, в котором обитает Дух Божий, куда Христос входит в святых дарах, и мы должны поддерживать с гигиенической точки зрения чистоту нашего тела. А все, что касается душевного очищения, это все совершается в таинствах Церкви. Даже окропление святой водою очищает человека от несмертных грехов или от забытых грехов. Когда мы прикладываемся к кресту, когда мы берем благословение у священника, прикладываемся к иконе, все эти действия сообщают нам очищение от несмертных грехов или забытых грехов, потому что действие благодати всегда является неким таким исцеляющим действием. И мы читаем девятнадцатый стих «Если женщина имеет истечение», то есть до этого момента говорилось о мужском, только о мужском осквернении, а теперь уже читаем о женском. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера». Феодорит Кирский, блаженный, обозначил вопрос, почему закон называет нечистой жену, которая, естественно, извергает из себя избыток крови. И он отвечает, что сказали мы об изливающих семя, тоже скажем и о таковой жене. Сверх того, жена названа нечистой, чтобы никто не имел общения с ней, ибо некоторые говорят, что от такового общения происходит болезнь и проказа. Посему-то закон, прикасающегося к таковой жене, называет нечистым. Была точка зрения, вот здесь ее отчасти Феодорит Кирский касается, что когда вступают в половые отношения с женою, в то время, когда она осквернена, то от такого отношения начинаются дети с какой-то гомосексуальной неустойчивостью, потому что от нечистоты рождается нечистота. Поэтому, как нам запрещены женщины беременные в положении для употребления их, также и женщина, если она в состоянии осквернения, мужчина должен выжидать эти периоды, чтобы не было никакой беды. С 20 по 28 стих излагаются законы о карантине оскверненной женщины, но законы о карантине мы уже ранее изучали с вами. И читаем 29 стих. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу с киньи собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другой во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом, от истечения нечистоты ее. И Кирилл Александрийский пишет, к всему присовокупляет закон постановления о жене, страдающей кровотечением и недугающей, неудержимым потоком ее оскверняющим. И как от изливающего семя оскверняется всякий сосуд, всякая ложа, всякая одежда и всякий прикасающийся к нему или близко идущий, так и от нее избавляет ее одинаковым с ним образом, омывая водою, закланием горлиц, а также и с умилостивлением через посредства священника. Но в нашей христианской ситуации то, что есть сходный формат очищения для мужчины и сходный с этим форматом очищения женщины, это указание на то, что во Христе Иисусе, как сказано, нет ни мужского, ни женского пола в том смысле, что мы имеем одинаковый доступ к благодати действия, благодати милостью Христа Иисуса, и это одинаково спасительно сказывается на мужчинах и на женщинах. И 31 стих «Так предохраняйте сынов от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». То есть оказывается, жилище-то Божие, это среди народа Божия, а не в том смысле, что вот Скиния стоит там отдельной такой большой палаткой, и вот туда не заходите, и как бы все нормально. На самом деле нет, экс-экклесия, то, что мы понимаем как церковь, это прежде всего собрание верующих, как наши предки говорили, что церковь, она не в бревнах, а в ребрах, поэтому когда мы говорим «пойдем в храм», понятно, имеется в виду сооружение, но и тогда, когда мы говорим «пойдем в церковь», можно предполагать, что мы идем в храм, потому что там и собирается церковь, но церковь экклесии — это, собственно говоря, собрание верующих, а храм — это помещение, где они собираются в определенные дни. И Исаак Сирин пишет «Дерзость бывает многообразна, можно быть дерзким и словом, и движением, и взором, от дерзости иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное, побуждает других к непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто коснется другого без нужды, протянет руку на кого смеющегося, толкнет кого, вырвет что из рук у него, бесстыдно смотрит на кого — все это делает дерзость, все это происходит от того, что в душе нет страха Божия, и от всего человек приходит мало-помалу в совершенную небрежность». Исаак Сирин со свойственной ему такой педантичностью говорит, что мы должны следить за собой буквально во всем, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. И хотя какие-то наши действия могут выглядеть совершенно как безобидные, на самом деле это как тонкая паутина, которой человек опутывается все более и более, а потом не может и двинуться с места, потому что, казалось бы, безобидное перерастает в серьезные грехи и нравственные и моральные преступления. И в окончании этой главы мы читаем вот закон об имеющем истечении, и о том, у кого случится излияние семени, делающий его нечистым, то есть это, прежде всего, о мужчинах мы читали в начале этой главы, и о страдающей очищением своим, это уже о женщинах, и о имеющих истечении мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. Муж, который спит с нечистой, это образ и еретического осквернения, потому что нечистая это блудница, а блудница это неверная жена, а неверная жена это какое-то еретическое сообщество, которое изменило жениху Христу, растлившись в еретических каких-то догматах. Поэтому мы должны оберегать не только целомудрие в плоском понимании, но и целомудрие веры, чтобы нам не растлить собственное православие в самих себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok